здравствуйте друзья доброе утро у нас как вы видите солнышко с тучками ночью был дождь в общем все хорошо и отвечаем на вопрос александра 24 лет который из украины эмигрировал в чехию два года назад когда ему было 22 он эмигрировал в чехию до этого у него был какой-то свой сервисный центр я честно говоря не знаю что имеется в виду под сервисным центром наверное не могу сказать в наше время такого не было а то что сейчас это значит я не знаю но что-то он обслуживал не знаю что в чехии он сейчас работает инженером в сервисном центре то есть тот у него там у него свой был на родине а здесь он работает инженером он выучил язык он как-то так ну приехал никого не знал вообще вот так свалился может сказать ниоткуда а сейчас он освоился и как-то вышел на такую крейсерскую скорость своей чешской жизни европейской иммигрантской и стало ему скучно потому что пока он вот эти два года значит ну потратил на то чтобы состояться там на местности да вот у него было понятно чем он занимается у него были какие-то ну такие движения осмысленные энергичные он знал куда движется а сейчас вроде бы он пришел куда к того места куда двигался и это на самом деле проблема очень общая и очень многие люди когда они какой-то цели свои добились они к ней шли шли и друг бах добились и наступает опустошение и это настолько общее совершенно не специфичное вот для конкретно александра там нет мы мы все такие поэтому говорят что вот когда ты какой-то цель и идешь неплохо бы так уже на подходе какие-то другие цели себе наметить чтоб не получилось вот так что вот пришел а дальше непонятно что у спортсменов это очень очень тоже наблюдается довольно ярко когда человек чего-то добился и вдруг дальше получается что и и а идти некуда куда же он теперь вот так что ну что делать значит 24 года он думает может ему в америку вот александр спрашивает как вот вы думаете может мне в америку может быть там простору больше и как-то возможности и вот там мне не будет так скучно и тогда ну конечно если ему надо перебраться в америку ну допустим он переберется в америку ему придется выучить еще один язык кроме чешского что само по себе тоже занятие такое неплохое хотя я хочу сказать что если он так быстро выучил чешский язык то может у него и английский быстро проскочит я не знаю вот есть люди которые любой язык долго подхватывают есть такие что вот так на лету вот такое ощущение что вот александр он по этой части здоров значит я конечно не знаю как он попал в чехию и у меня нет ни малейшего представления о том как он собирается попасть соединенные штаты но учитывая что задачу там с чехии решил то может быть он как бы справится и со второй тоже то есть как бы есть люди которые легко справляются с такими задачами но ну да какое-то время уйдет у него на освоение языка какое-то время у него уйдет на то что может быть освоиться с тем где жить уже страна все-таки большая это не не чехия то есть где где он живет где он работает чем чем занимается то есть много вопросов будет и я думаю что вот он сейчас продолжает работать сервисном центре наверное в сша есть сервисные центры то есть как бы несомненно есть вот но может быть какие-то другие профессии его придется освоить или он захочет не то что его жизнь заставит но может быть ему захочется интерес появится и так далее а может быть он бизнесом займется потому что если у него был свой сервисный центр это говорит о том что у него есть такая бизнес жилка то есть он в состоянии что-то создавать какой-то бизнес видеть какие-то перспективы рынки и тогда это тоже в общем-то не в колледже не научат этому понимаете это надо родиться таким то есть безусловно если если двигаться по бизнесу то у него там будут очень большие возможности с одной стороны с другой стороны все-таки чехия как бы в моем понимании я никогда там не жил так погулять если так вот все-таки чехия это часть евросоюза если он иммигрировал в чехию то может быть не в первый же день но там в какой-то момент у у него появится гражданство чехии он сможет жить и работать в любой стране евросоюза может быть ему и гражданство для этого не нужно я не знаю деталей он может поехать в англоязычную страну но я не знаю в англию например он может поработать в германии если он смотрит в сторону сша то может быть правильнее все таки в англию все-таки страна англоязычная а так он допустим подхватит еще немецкий языка куда с ним деваться в америке непонятно вот пусть подхватит английский в англии в ирландии там как бы много чего происходит вот но в принципе в германии неплохо чем чем германия было значит все-таки есть большие страны большие экономики страны где живет там по 100 миллионов человек это не ну не пять не шесть не восемь понятия все-таки 100 миллионов соответственно там больше возможностей для бизнеса и для европейского бизнеса ведь полно народа которые делают бизнес по всей европе его конечно определиться не столько с местом где жить сколько с чем заниматься если бы сказал хочу заниматься бизнесом например то можно было бы сравнивать занятия бизнесом там по всей европе этом занятие бизнесом соединенным бизнесом в соединенных штатах но поскольку так задача не стоит что тут скажешь иммиграция конечно можно так сказать что иммиграция будучи стрессовым таким состоянием заставляет человека интенсивно что-то делать по сравнению с тем как он сидит на месте ему вроде не надо ничего не вроде так все сделано и я думаю чем бы заняться там вроде все есть скучно вот в эмиграции ему конечно скучать первое время не приходится вот он в чехию переезжал и два года там не скучал с другой стороны так перманентно эмигрировать тоже нельзя вот он он это понимает он хочет так эмигрировать чтобы уже больше не скучать если бы можно было вот так знаете взять такую визу там на три года и сказать вот я еду в америку на три года буду там жить работать учиться бизнес делать там еще что-то и вот если мне понравится тогда вы дайте мне паспорт американский вот или скажем так в постоянный вид на жительство да а это пусть будет временный вот а если не понравится это добернуть обратно в чехию но но такой визы нет значит хотя конечно можно там если вы с иммиграционными адвокатами там поговорите они вам может быть найдут какой-то вариант когда можно такого плана что нибудь там типа но вот скорее всего это будет бизнес виза какая-то под создание бизнеса еще что-то уже немножко помудрить надо так прямолинейного такого хода нет но но не прямолинейный наверное есть я еще думаю о том что два два фактора вот я голове держу значит первый фактор что раньше или позже у него появится семья появятся дети и изменится как бы оценка ситуации во первых к этой оценке добавится супруга которая внесет свой вклад и может оказаться что вот например спокойная жизнь она как бы даже и в общем-то имеет свои преимущества перед неспокойной когда у тебя дети с одной стороны другой стороны другой фактор это это пока он молодой еще и очень молодой 24 года господи перед ним практически все дороги мыслимые и немыслимые открытые если он только скажет себе вот этой дорогой иду то вот она дорога иди тем более он уже уже преодолел вот некоторые барьер вышел на оперативный простор европейский это же не то же самое что допустим в украине он был бы так что я я считаю так что пока ты молодой и бывает человек просто живет и живет и в общем нормально тоже нормально но если ты задаешься вопросами такими такими то пока ты молодой сосредоточься на том чтобы вот прямо сейчас решать задачи на которые у тебя потом уже сил не будет то есть то что ты можешь сделать 24 есть вещи которые ты есть если сейчас не сделаешь то ты их не сделаешь 35 или там 48 то есть молодость позволяет человеку напрягать свои силы по по совершенно другому как бы по другой шкале гораздо больше напряжения энергии драйва туда дать и потом у него столько уже не будет поэтому то что не сделал вот сейчас то то не сделаешь я помню когда в физмат школе я учился еще школьником был и там с кем-то я разговаривал постарше существенно постарше и речь шла о том что вот он там обсуждалось обучение на мехмате МГУ там математиков готовят и он высказал такую мысль что я спросил почему он сказал что там мало ребят после армии очень очень мало и я говорю а почему мало ну ну наверное трудно поступить конечно после двух лет вот скажем такое такого отвлечения но он говорит понимаешь он говорит когда ты видишь как учатся те кто после школы и те кто там после армии пропущены вот эти несколько лет пропущены ты их не можешь вернуть вот даже в таком юном казалось вот возрасте и он говорит ты не вернешь вот если ты хочешь быть профессиональным математиком то и ты служил в армии там не то что в армии но потерял вот эти годы ты не пришел в 17 лет а ты пришел там в 20 и ты это будешь чувствовать всю жизнь вот это не мое мнение вот я так я такое слышу от человека который как бы глубоко в теме поэтому по жизни тоже так если ты ну я не знаю в 30 лет решил что-то сделать то не скаканешь так высоко как если бы ты это же начал делать 22 например поэтому мое видение такое он должен что-то делать очень и очень серьезно он должен очень высокую планку поставить вот прямо сейчас очень высокую и не на 20 лет вперед а вот я не знаю там на 5 на 3 на 4 на 5 лет очень высокую планку и вот туда в нее целиться и вот эту планку преодолевать что это будет я не знаю я и Александра не знаю и вот там сервисный инженер субъективно у меня такое ощущение что работа сервисным инженером это не такая работа где человек там я не знаю напрягает там сто процентов своего мозга или там и так далее не знаю но если это у него свой бизнес это совсем другое дело он он может полностью отдаваться этому бизнесу и развивать этот бизнес там и так далее значит поэтому я не берусь так как-то вот судить у меня нет оснований никаких но вот я бы я бы ему советовал для себя понять ради чего он готов был бы с полной отдачей там провести там следующие там несколько лет своей жизни и в этом смысле эмиграцию надо рассматривать не как цель а как средство иначе может оказаться что он эмигрировал ему снова стало скучно потому что такой цели высокой не было то есть средство стало целью а настоящая цель то ли то ли она какая-то неявно была сформулирована то ли вообще отсутствовала и так далее вот чтобы вот этого не получилось может быть может быть это именно то что что произошло потому что может быть для него эмиграция в Чехию была целью и когда цель осуществилась возник вопрос а дальше что какая цель то понимаете а у человека есть в жизни предназначение и он идет к нему всю жизнь поэтому ну нет ответа на вопрос о предназначении поэтому я бы вот с этой стороны зашел тем более все таки ему уже 24 года он в принципе может решать взрослые задачи и он уже их решает неплохо очень взрослые задачи неплохо решает и бизнес и эмиграции и так далее это все не детские вещи поэтому я думаю он вполне в состоянии может быть я не знаю мои рассуждения как-то ему помогут вот какой-то вектор получить в дальнейших действиях или скажем в мыслях о дальнейших действиях вот я тогда буду очень рад ну и в общем то хочется пожелать парню успехов потому что не так часто мы видим молодых ребят которые целеустремленные способные которые успешно там и цели ставят и решают добиваются там реализуют и так далее не так много людей которые в 22 года там имеют свой бизнес и потом успешно эмигрируют это достаточно яркое такое достижение я считаю поэтому давайте мы ему все вместе пожелаем чтобы он темпы не избавлял а так вот дальше двигался и не подкачал правильно мы на него как бы рассчитываем вот все Александру привет и всем нашим зрителям тоже счастливо так вот взятого с и и и и и и и